На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. В соответствии с Конституцией страны президент вступает в должность после принесения присяги на верность своему народу и Отечеству, положив правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги. После председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь. Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность чувством гордости за свой народ. Дорогие соотечественники, в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных батарей, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое и независимое государство, но белорусы как нация уже не дети. Мы народ. Президент подчеркнул, будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси. Наша страна, как любое сильное государство, всегда останется мирным и дружелюбным. А его внутренняя политика социально ориентированной.